Сына и Сына и Святаго Духа, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать, учит нас Святой Автослов. И действительно, нигде-то так ясно не показано, как в сегодняшней евангельской притче о батарее полисеи, в которой мы начинаем подразумевать в неделю наступающему великому посту. Поэтому, действительно, несмотря на все добродетели, фарисеи, которые он сам перечислил, мы так вышли из храма более оправданно, нежели первым. Потому что смирение, это и есть краеугольный камень покаяния. И Господь, что говорил первым годом, когда пришел мир на свою кровь, и об этом мы совсем недавно говорили, покайтесь, ибо приблизили Старство Небесное. И если смирение является краеугольным камнем этого покаяния, так ясно и понятно, что нужно понять значение этого смирения. Интересно. Смирение, как слово, имеет разное значение в разных случаях. Так же, как слово любовь. Когда человек говорит, что он любит свою жену, это имеет одно значение. А то, что он любит своих детей, или своих родителей, или Бога, это имеет разное значение. Одинаковое в главном смысле, конечно. Да есть разница. Смирение – это то же самое. Самый первый пример смирения – вот то, что было указано сегодняшний в Аническом речи. А именно о том, что нечего нам хвастаться о своих добрых делах. Господь это все видит, так же, как Он видит наши грехи. Если мы хвастаться, как мы будем здесь, тогда мы уже получаем свою награду здесь, а не в Египетском царстве. И они нам мало помывают. И если это бывает так, то мы хвастаемся за свои дела. Даже незаметно. Люди приводят к нам домой, что-то мы похвастали, как мы что-то сделали, показывали и так далее. Поэтому нужно остерегаться, конечно. Во-вторых, есть другой облик смирения. А именно, что когда мы разговариваем друг с другом, бывает так, что у нас есть желание побеждать во всяком споре. Обязательно убедить другого в своем мнении, что мне так кажется, и ты должен так понять, так как я понимаю. А смиренный человек выслушивает другого полностью, с отвертым сердцем, с отвертым душой. Потому что он находит эти слова назидания, помощи, совета доброго. А человек, который гордил им, уже понял значение своего понятия, своего мнения. И это самое главное единственное для него. И его глаза, и руки уже закрыты. А третье облик смирения, конечно, это не совершенство смирения. То значит, пока это... То значит, что полная покорность. Покорность. В заповеди Божьем, в Словом Божьем. И действительно, Святая Церковь сегодня предлагает нам целое сломо примеров, только возмерения. Те, которые полностью отдали свою волю, отдали свою личную судьбу в руках Божьих. Знаем, что по воле Божьей все будет так, как должно быть, а не так, как мы считаем, по своему расчёту и мнению. И действительно, когда мы читаем в житях этих великих годников Божьих, на помощь в российских, как или с каким смирением воспринимали свою судьбу, если даётся нам настоящее возведание, я всегда вспоминаю большим умилением подвигов двух особых святителей. Как раз праздник, на Мужчин российский, приурочен именно ко дню расстрела мучейской кончины первого священного мученика Владимира, митрополита Киевского. который был в своём монастыре в Киеве-Черской лавре, когда вывели его большевики на расстрел вне пределов монастыря, на подоге самого Христа, который вывели из Иерусалима на гору Голобов и так его расстряли. Тут, и тропомил за ним раззяли на гору недалеко от Киеве-Черской лавры. И когда готовы его по ночи расстрелить, он сказал, дайте мне душу помолиться. Они сказали, ну ладно, но побыстрее. И святитель, помоливший, сказал, Господи, вруцкий, и предыдуй дух мой, и благословим обеими руками по ночей своей. Сказал им, Господь от простил вам этот грех. А второй пример, как всегда меня очень умеряет, пример настоятеля Казанского собора в столичном грани Фербурги, в протеерея философа Рунадского, которого тоже взяли в плен большевики, следом других истечных служителей, имелиан, воин и так далее. И когда уже брали в лагоне на расстрел, некоторые решили, давай-ка, нас Бога, мы возьмем их и сбежим отсюда. А в ответ на это сказал великий угодник Божьих братьев, поволимся и подпоконимся к своей кончине и ко встрече с Господом. Вот значение истинного смирения, истинной веры в Бога, надежды Его пропуску, неванилость и на те вечные влаги, которые ожидают тех, которые так подходят к нашей двери. Вот как мы должны себя так же и проверить, просмотреть свои души, проверить самих себя, что таково, так сказать, наше смирение, если таковое вообще у нас есть или нет. как мы подносимся друг к другу, властности ли мы своими делами разными, оправдываемся, когда нас критикуют иногда. Бывает ли так, мы, когда спорим, все время желаем побеждать и быть правыми во всем? Бывают ли мы непокорными закону Божиему, даже в молейке его закона? И, конечно, если у нас такого нет, то какое может быть у нас покаяние? Какая подготовка у нас может быть в той встрече с Господом, с Иссией, которая видит не только наши добрые дела, да и все наши грехи, кое гораздо больше, чем первые. Так вот, приняли, братья и сестры, в эти предпостные дни начнем об этом думать. И, действительно, этим постом постараемся исправить себя в этом смысле, не только ради поста, а вообще ради той встречи, которую ожидает каждый из нас в Небесном Царстве. Ах, ах, холи-чурс celebrates the glorious commemoration of the new martyrs of Russia, мы rejoим even greater today в объявление о том, что еще 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 в кухар для святого в Евгений Кингтон. В Катейдре в Нюнек, Германия, our Holy Russian Orthodox Church canonized a new saint, Saint Александр, the new passion-bearer of Munich, a young man, all of 26 years of age, born during the persecutions of the Bolshev regime in Russia in 1917. His parents had escaped to Germany where later on in his life, the new fascist movement took place, otherwise known as the Nazi Party. And being a young student was very moved by the changes going on in his country. And the interesting thing to me joined a group which became known as the White Rose, which was a student activist group for all intents and purposes, speaking out actively against the war which Hitler was preparing to begin and had already begun of course there in Europe. And it's interesting to me that why then would be commemorating a saint because he was a political activist. The reality of this particular situation was not that he was such and that was his motivation. It was his form to be sure. But the motivation, the incentive was purely based on his orthodox spirituality. Indeed, in the letters that he wrote in the pamphlets that they passed out, the things they spoke about were not political in nature but spiritual. Saint Alexander was appalled by the fact that Christian men and women could become animals against fellow Christian men and women in Europe. And he spoke out saying, it's not clear to all of us how the demons of the evil one work within us all, how they wait and rejoice when they see this battle strife occurring between Christian men and women. And so indeed he spoke out vociferously against the action of the Nazi party. He was the only one to ever write a letter against the Holocaust which was absolutely tabu at that time. And did so in protection of all those who were persecuted, not only the Jews because many others were persecuted as well during the Holocaust. And of course, his name became well known. And as such, he was later arrested, tried, and beheaded of all things in 20th century Germany. Something that is back in medieval ages. And yet indeed this martyrdom demonstrates to us a reality together with the new martyrs of Russia. That within the political sphere of the world in which we live, there is indeed great religious and spiritual persecution in our own country. Recent laws have been passed and continue to be passed that continue to impinge upon our spiritual religious freedoms and rights. Even in our country, which is in theory based on freedom of religion and spiritual conscience, and yet laws are being passed which offend God. Things that are clearly spoken against in scripture are protected by law here in our country. Indeed, when our older brothers and sisters stood up against the Gautas regime of the Bolsheviks, they paid for that activism with their lives. And indeed we pray to them, they will grant unto us also that humility, that wisdom to understand the moment of our trial when it comes to us, whatever that trial may be. And while glory be to God, so far nobody is bothering us, nobody is writing for our streets and our homes, displacing us, forcing us to move, as happened so often before with our people and so many others as well, there is a different war going on today. There is a different persecution that is much more secretive and quiet and yet much more dangerous because the Lord himself said, be not afraid of those who may kill the body, but of those who may kill the soul. And it is that war that goes on before us today and for which we must be prepared. So let us indeed pray before our holy brothers and sisters, fathers, mothers, and grandparents who stood up for their faith, who stood up for God's truth and paid for with their lives that they may give us not only the wisdom and the humility, but also the courage and the strength to not be ashamed of our Lord, so that when the time comes that we stand in judgment, neither he will be ashamed of us and every kingdom. Amen.